Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире нашего телеканала программа подробностей. Сегодня в кресле гостья Ольга Свинцова. Говорить будем о благоустройстве города. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Давайте начнем с главного. Какие районы города стали зеленее благодаря вашему управлению? Я думаю, что все районы города стали зеленее. И каждому району города, каждому парку, который подлежал благоустройству каждой улицы, была капелька внимания уделена. Всего за осенний посадочный период было посажено порядка 5000 единиц зеленых насаждений. Работы проводились как за счет средств муниципального бюджета, так и за счет внебюджетных источников финансирования. И вы за кадром сказали, что уже новогодние рождественские елочки появились. Да, у нас очень красиво начался этот зеленительный период. Мы посадили аллею велосипедистов в Центральном парке культуры и отдыха. И очень красиво закончился посадкой рождественских елей для всех районов города. Есть у этих елочек какая-то своя история? Специально выращенные, привезенные с любовью, посаженные трудом? Да, конечно. Эти ели у них родина Пермь. То есть это достаточно зимний край. Затем последние два года ели акклиматизировались в питомниках Рязанской области. Этим елем порядка 10 лет. Это достаточно крупномерные деревья с огромным комом земли. 100 литров. Очень большое внимание в этом году было уделено Центральному парку культуры и отдыха. Но оно, к сожалению, небольшой такой отклик, не совсем положительный, вызвал поначалу у рязанцев. Потому что хочется, чтобы сразу было красиво. На каком этапе сейчас? На начальном этапе. Вообще реконструкция и благоустройство Центрального парка культуры и отдыха будет проводиться в несколько этапов. И мы об этом говорили жителям города Рязани. Для того, чтобы не ожидали сразу все благоустройство в короткий промежуток времени. Сейчас у нас начало первого этапа благоустройства и реконструкции. Как мы уже говорили, это в основном ремонт всех пешеходных дорожек, которые в парке у нас есть. Это свыше 10,5 километров было благоустроено. С полной заменой бордюрного камня. А также установка парковой мебели. В Центральном парке установлено более 100 новых парковых скамеек и урн. Кроме того, за счет средств инвестора, благотворителей Рязанской нефтеперерабатывающей компании, в этом году была построена многофункциональная спортивная площадка. Ее открытие также было в сентябре месяце. Это только начало первого этапа. В следующем году мы завершаем благоустройство объектов первого этапа. Это реконструкция входных групп, главных входных групп Центральном парке. Это входная группа со стороны улицы Пушкина и улицы Братиславской. А также ремонт ограждения. Одновременно мы приступаем к подготовке объектов второго этапа. Это в будущем году. Это будет проект реконструкции наружного освещения парка. Причем проект реконструкции будет совмещен с Wi-Fi, с видеонаблюдением, а также с радиофикацией. Кроме того, будет заказан проект велодорожек строительства. И только второй этап начнется в 2017 году. Безусловно, знаковым мероприятием второго этапа, который ожидают от нас рязанцы, это будет расчистка Рюминского пруда и ремонт гидротехнических сооружений, которые образуют этот пруд. И, безусловно, все дальнейшие объекты благоустройства, они уже будут вокруг набережной или вокруг, можно сказать, береговой полосы Рюминского пруда. И именно связаны с тем, чтобы развивать отдых, развивать экологический туризм, связанный с водным объектом. Мне очень приятно, что вы активно занялись дворами, причем как-то так инициатива вроде бы когда перешла в руки самих жильцов, когда им самим приятно сажать цветочки, красить лавочки, какой-то заборчик себе новый построить. Да, уже на протяжении четырех лет у нас население очень активно принимает участие в благоустройстве своих дворов. Причем они прикладывают как сами личное участие, также и администрация города выделяет им субсидии для благоустройства дворовых территорий, тех, которые уже оформлены в общую долевую собственность собственниками жилых помещений. У нас уже на протяжении четырех лет проводится конкурс среди дворовых территорий, и есть уже постоянные лидеры, а также и есть те участники, это в основном органы территориального общественного самоуправления, управдомы, которые подтягиваются к лидерам, потому что примеры очень красивые, есть очень заразительные дворы. Ну и, конечно, у нас население активно поучаствовало и в озеленительных мероприятиях, а уже вот на протяжении четырех лет также происходит высаживание кустарников, которые выделяются муниципальным образованием, Советом территории и органом ТОС. В этом году две с половиной тысячи кустарников было посажено самим населением, ну и, конечно, уходные работы тоже осуществляют они. У вас большая армия волонтеров, которые вам помогают, это тоже очень приятно. Откуда эти ребята, а может быть, это уже взрослые люди? У нас различные есть заявки, круглый год поступают на благоустройство территорий, и особенно на посадку зеленых насаждений. Мне очень отрадно отметить, что такое занятие полюбилось рязанцам, и есть промышленные предприятия, а также есть общественные организации, которые заявляются и просят согласовать посадку зеленых насаждений. И излюбленные места даже и есть у этих объединений для благоустройства. У нас уже на протяжении четырех лет только силами общественных организаций, промышленных предприятий идет посадка, озеленение такого объекта, как парк Дендрарий на улице Полевой, а также постоянно у нас сажают общественные объединения, школьники, зеленые насаждения в парке морской славы. И этот озеленительный период не является исключением. Как Вы думаете, почему люди такие именно конкретные излюбленные места выбирают? С чем это связано? Я думаю, что парк Дендрарий связан именно с тем, что это изначально проект, который реализуется по инициативе общественного объединения экологического Рязанского альянса. Он был поддержан администрацией и сформирован, как я уже сказала, исключительно за счет добровольцев и за счет волонтеров. Поэтому такое знаменитое и видное место. Что касается парка морской славы, то его взяли под патронаж также очень активная общественная организация моряков-подводников, которые притягивают и привлекают молодежь, школьников для благоустройства парка. Очень горько, вот сейчас ложку дегтя, как журналист все-таки должна добавить, очень горько, когда находятся люди, которые не только помогают, но которые разрушают все, что создано действительно большим трудом. Уже несколько сообщений в прессе только за эту осень было, что тут деревца поломали, там поломали. Как вы к этому относитесь, что могли бы сказать по этому поводу? Да, действительно, фактов вандализма становится не меньше, а в этот летний период даже хочу констатировать, что их стало больше. Это такие случаи, которые нашли поддержку у населения. Это на Московском шоссе сразу было уничтожено 16 лип. Буквально недавно, три дня назад у нас уничтожены липы в сквере, в новом сквере имени Александрова на улице Советской армии, на улице Семинарской. Тоже молодые деревья липы были уничтожены. Группой молодых людей, которых зафиксировала видеокамера. И буквально сегодня мы получили сигнал о том, что уничтожены деревья ясень в рядовой посадке на улице Тимуровцев. Буквально неделю назад была уничтожена ландшафтная группа в сквере на улице Ленина, которая была создана буквально в осенний посадочный период. И создана она была в рамках реконструкции сквера. Так как этот сквер стал, можно сказать, оазисом для города Рязани, был заложен розарий, были выполнены сложные композиции. К сожалению, одна композиция была уничтожена. По всем фактам, которые вандализма в отношении зеленых насаждений и в отношении объектов благоустройства в целом, были подготовлены и направлены обращения в полицию. В случае установления виновных к ним, кроме административных мер воздействия, также будут применены, возможно, и другие меры. Это в зависимости от ущерба, согласно уже Уголовному кодексу. Ну, я не знаю, всем ли это поможет, но мне кажется, стоит их взять с собой на очередную посадку, чтобы люди поняли, что это такое. Может быть, настроением как-то прониклись, почувствовали другой немножечко посыл. Да, мы приглашаем всех рязанцев, безусловно, к благоустройству. Не только своих дворовых территорий, но все парки-скверы открыты для благоустройства. Поэтому приглашаем к посадке зеленых насаждений все население города. Спасибо за эти 10 минут. Действительно, не забывайте о том, что все хорошее нужно делать своими руками. Это была программа подробностей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин